Здравствуйте! С вами Ольга, эксперт по турам. В современном мире остро не хватает времени на ту, чтобы вникнуть в информацию, прочитать и обратить внимание на нюансы, которые однозначно пригодятся вам в путешествии. Я же хочу, чтобы вы были осведомлены по важным моментам пребывания в стране и решила делать памятку своим клиентам в аудио формате. Таким образом, вы можете ознакомиться с важной информацией, совмещаясь с другими делами, освободив при этом глаза и руки. Итак, сегодня памятка посвящена удивительной стране – Вьетнам. Я обязательно проговорю все, что касается документов, но сначала считаю важным напомнить вам, что въезд в Вьетнам для граждан России сроком до 15 дней безвизовый. Если вы планируете тур, например, на 18 и более дней – тоже ничего сложного, виза оформляется по прилету. До этого нужно будет заранее оплатить ее, обратившись к вашему менеджеру. Далее все тонкости я вам расскажу отдельно. Хочу подробнее остановиться на теме валюты во Вьетнаме. Ехать нужно с долларами. Необходимо поменять рубли на доллары еще находясь в России и желательно на крупные купюры по 50 и 100 долларов. Они больше ценятся. Приехав во Вьетнам, поменяйте на местную валюту вьетнамские донги. Нежелательно менять в аэропорту – курс менее выгодный. Если вам далеко ехать, например, из аэропорта Камрань в Муйне, по пути обычно есть остановка. Можете поменять немного денег – долларов 50, чтобы купить что-нибудь перекусить. А так советую менять в любом обменнике, рядом с отелем, ювелирных магазинах, в самом отеле. Просто смотрите наиболее выгодный курс, сравнивайте и сразу не меняйте всю сумму. Вы будете настоящим миллионером. Все деньги во Вьетнаме в тысячах, так что поменяв 100 долларов, вы автоматически превращаетесь в миллионера. А вот как эти миллионы переводить в рубли, на первый взгляд кажется сложным. Но все просто. Надо отбросить последние нули и умножить на 2 и 7. Эта цифра считается с учетом курса валют. Для простоты я округляю в большую сторону до 3. Получается, что число без трех нулей нужно умножить на 3. Итак, задача. Предположим, манго на рынке стоит 30 тысяч вьетнамских донгов за килограмм. Отбрасываем 3 ноля и остается 30, умноженное на 2 и 7 – 81 рубль. Или по округленному числу 30, умноженное на 3 – получается 90 рублей. Ну вот, уже все понятно. Также на всякий случай можете взять свою банковскую карту, виза или мастер-карт. Иногда в торговых центрах и с отельными гидами можно ей рассчитаться, а также снять деньги в банкоматах. Но банкоматы рекомендую использовать в крайних случаях. Бывали ситуации зажевывания карт, это лишняя суета на отдыхе ни к чему. И желательно до отъезда во Вьетнам предупредите ваш банк, что вы отправляетесь за границу во избежание блокировки и карты при первом же использовании за границей. Такси. Выделяю в отдельную тему. Очень удобно пользоваться такси, если вы не планируете брать байк, что тоже очень удобно, когда хотите много путешествовать самостоятельно по курорту. Такси на короткие расстояния во Вьетнаме по счетчику. Стоимость зависит от цвета такси. Самое дешевое – зеленое, но длинные расстояния – желтые. Чтобы лучше сориентироваться, стоимость посадки указана на самом автомобиле. Как правило, стоимость посадки стоит от 6 до 11 тысяч донгов. Дальнейшая поездка – от 13 до 18 тысяч донгов за каждый километр. Считать вы теперь умеете, практикуйте обмен на рублей. Вьетнам – страна вай-фая. Он ловит практически везде и достаточно высокоскоростной. Поэтому с интернетом проблем не будет. При необходимости много перемещаться по Вьетнаму самостоятельно, купите местную сим-карту с пакетом интернета. Что касается документов. Первое – загранпаспорта. На каждого человека свой паспорт сроком действия более 6 месяцев со дня окончания поездки. На детей дополнительно свидетельство о рождении, если вы родитель. Когда ребенок отправляется во Вьетнам с одним из родителей, достаточно оригинала свидетельства о рождении и убедиться в том, что нет запрета на выезд за границу от второго родителя. Если у вас разные фамилии с ребенком в свидетельстве, желательно взять с собой документ, подтверждающий смену фамилии, если вы ее меняли. В случае, когда ребенок летит не с родителями, нужно предоставить нотариально заверенные согласия на выезд ребенка. Я всегда рекомендую делать копии этих документов с собой в дорогу, а также сделать фото на телефон, хранить на гугл диски или на почте. Бывает ситуация из-за границы, когда копии очень нужны, например, при усерии документов. Об этих случаях подробнее можно почитать в моем инстаграм по тегу Ольга нижнее подчеркивание турэксперт. Пост называется копии документов. Дополнительно вы берете комплект документов, которые вам выдал менеджер. Авиабилеты, ваучер и медицинская страховка. По порядку. Авиабилеты. Это маршрутные квитанции. Можете зарегистрироваться на рейс за 24 часа до вылета на сайте авиакомпании по номеру билета, указанному в питанции. Сейчас в основном выбор мест онлайн платный, но ситуация постоянно меняется, поэтому лучше уточнить непосредственно перед самым вылетом у меня, у своего менеджера или на сайте авиакомпании. Если зарегистрируетесь онлайн, распечатайте посадочный талон, его могут спросить при сдаче багажа в аэропорту или распечатать новый. Регистрация в аэропорту начинается за 3 часа до вылета и заканчивается за 40 минут. Маршрутные квитанции по сути нигде не нужны, так как вся база пассажиров сейчас в электронном виде. Это больше памятка для вас с номером рейса и временем вылета. Кстати, время вылета также необходимо уточнить накануне, за сутки на сайте вашего аэропорта, у менеджера или на сайте авиакомпании. Я обычно проверяю несколько раз и контрольный перед выездом в аэропорт. В самолете или по прилету в аэропорту вам предложат заполнить иммиграционные карты на английском языке. Рекомендую взять с собой ручки в ручную кладь. По заполнению вам подскажут бортпроводники или образцы на стенде в аэропорту. Второе – ваучер. Ваучер вам понадобится непосредственно по прилету на место отдыха. После прохождения паспортного таможенного контроля и получения багажа на выходе из аэропорта вас встречает представитель туроператора так называемый трансфермен, который попросит у вас ваучер, чтобы отметить ваше прибытие и показать, где стоит автобус, который повезет вас в отель. Трансфермен будет, как правило, в форме туроператора и с табличкой, например, Pegas Touristik, Annex Tour. Далее ваучер понадобится вам при заселении в отель. Обычно заселяют с 12 до 14 часов. Выселение в 12. Это время дается на уборку номеров и подготовку к заезду новых гостей. При заселении могут забрать загранпаспорт в качестве депозита. Это правило регистрации во Вьетнаме. Если по правилам отеля необходим депозит, то это примерно 100 долларов за номер на весь период проживания. Советую оплачивать наличными. Можно долларами или вьетнамскими донгами, можно в другой валюте. При выселении вам вернут депозит, если вы не пользовались дополнительными услугами в отеле. И третье. Медицинская страховка. У вас с собой распечатанный бланк. Надеюсь, что она вам и не пригодится, но если возникнет ситуация, требующая медицинской помощи, не бойтесь ей воспользоваться. Звоните по номеру, указанному на бланке, называйте номер полиса и говорите, что случилось, где вы находитесь. Далее сотрудники колл-центра вам подскажут дальнейшие действия. В страховке актер-оператора, как правило, с франшизой 30-40 долларов. Эту сумму необходимо оплатить при обращении. Дальше, если у вас в случае признан страховым, дальнейшая медицинская помощь бесплатна. Какой-то отличный совет – мыть руки чаще в азиатских странах и носить с собой антисепсик. Основные проблемы со здоровьем именно от этого. Если вы хотите более расширенную страховку детям или для активного отдыха, рекомендую отдельно купить их в любой страховой компании перед отпуском. Как правило, на второй день после прилета гид-туроператор назначает вам встречу. Сходите на нее. Вас ориентируют по стране и предложат экскурсии, дополнительные услуги. Да, не все гиды любят бесплатно делиться информацией, кто-то делает упор только на покупку экскурсий у них, так как это их заработок, но вы знаете, что это всегда ваше право. Во Вьетнаме, как и в любой другой азиатской стране, есть много местных турагентств, очень заинтересованных в работе в туризме людей. Я в основном покупаю частично у гидов и у местных ребят, тогда все довольны. По местным агентствам имейте в виду, что нужно быть более убедительными, так как в данном случае ответственность туроператор себя полностью снимает, поэтому уточняйте, будет ли входить страховка на время экскурсии. Обычно для ее оформления просят копии загранпаспортов. Спросите, будет ли русскоязычная группа и прочие организационные моменты. Я советую заранее почитать отзывы о местных гидах, которые работают во Вьетнаме, поискать группы ВКонтакте русских ребят, которые организовывают экскурсии. Еще один организационный момент. Накануне вашего обратного вылета на стенде туроператора в холле отеля будет вывешена информация о времени сбора для трансфера в аэропорт и уточненное время вылета. Как правило, ее вывешивают вечером за день до выезда. Другой вариант – это гид может отправить вам записку в номер. Пожалуй, еще немного об особенностях отдыха во Вьетнаме. Социалистическая республика Вьетнам. Вьетнам расположен в Юго-Восточной Азии, на полуострове Индокитай. На севере страна ограничит с Китаем, на западе – с Лаосом и Камбоджей, на востоке омывается Южно-Китайским морем. Природные объекты дополняют плантации эккалиптовых деревьев, кофе, какао, чая, табака, кокоса, ананасов и бананов. Морские и речные воды страны богаты многообразия видов рыб, мидий и креветок. Белоснежные и золотистые пляжи, лазурные воды Южно-Китайского моря и возможность круглогодичного отдыха делают Вьетнам необыкновенно привлекательным. Здесь можно заняться дайвингом, получив сертификат международного образца, посетить близлежащие острова и углубиться в джунгли, чтобы увидеть величественные водопады. Интересными будут экскурсионные программы, предлагающие познакомиться с культурой и бытом местных жителей. Разница во времени с Москвой – минус 3 часа. Климат в большей части Вьетнама определяется как тропический, муссонный. Средняя температура практически не меняется в течение года и колеблется в пределах от плюс 26 до плюс 29 градусов. Когда вьетнамцев спрашивают об их вероисповедании, они затрудняются с ответом. Местные жители верят в духов, которым обращаются в различных жизненных ситуациях. У вьетнамцев не принято в знак приветствия пожимать друг другу руки. Во Вьетнаме также не принято громко говорить, активно жестикулировать и шумно себя вести. Махать рукой официанту в ресторане с целью подозвать его к столику тоже считается неприличным. Во время еды не стоит оставлять свои палочки в еде или прикасаться ими к палочкам со трапезников. Передавать или принимать что-то нужно обеими руками, либо подавать правой, но придерживать правую руку левой в области запястья. В ресторане не принято делить счет пополам, не воплачивая тот, кто занимает более высокий социальный статус. У вьетнамцев не принято прикасаться друг к другу во время разговора, похлопывать по плечу или колену, прикасаться к голове другого человеку, поскольку это может быть воспринято как скрытая угроза или оскорбление. При этом сами они любят дотрагиваться до иностранцев, поскольку считается, что это приносит удачу. Кроме того, будьте готовы, что при разговоре вьетнамцы не смотрят собеседнику в глаза, но это не что иное, как проявление уважения. Кухня. Вьетнамцы обычно начинают день с супа из лапши. Лапша бывает двух видов – белая рисовая или желтая с пшеничной муки. На вьетнамском столе непременно стоит тарелочка со смесью соли и перца, рыбный соус, пиостат, миска с листьями салата без заправки и свежей зеленью, лимонной милисой, мятой, кинзой. Листья салата окунают в рыбный соус или едят вместе с горячими блюдами. Крошечные пирожки из слоеного теста, начиненные овощами, креветками или свининой, тоже заворачивают в салатный лист и окунают в соус. На десерт принято подавать фрукты, ананасы, дыни, личи, манго, папайи, грейпфруты. Экзотические блюда – мясо питона, удава, крокодила, блюда из насекомых. Здесь также готовят мясо полевых крыс и собак. Если вы увидите в меню название маленький тигр, то знайте – это мясо домашней кошки. Питьевая вода в бутылках продается во всей стране. К столу подают пиво, но местные сорта кажутся европейцем водянистыми. Национальным напитком во Вьетнаме считается зеленый чай. Страна славится прекрасным и ароматным кофе. Если вы любители, я рекомендую вам привезти кофе в Россию. Пока это самый вкусный кофе, который я когда-либо пробовал. Совершать покупки во Вьетнаме особенно приятно из-за низких цен на многие товары. Шопинг здесь достаточно примитивный. Самые лучшие покупки во Вьетнаме для туристов – это одежда из шелка, жемчуг, ювелирные украшения, кофе. Не забывайте торговаться на рынках с руками, аренду мотобайка, рикши и т.д. Учитесь сбивать цены в 2-3 раза. В Азии это признак ума. При возникновении транспортных аварий, конфликтов с полицией, другими органами местной власти необходимо поставить в известность представителя принимающей стороны или сотрудников посольства в консульство России. Вьетнам отличается высокой солнечной активностью, поэтому обязательно запаситесь средствами от солнечных ожогов и солнечными очками. Возьмите в путешествие индивидуальную аптечку с необходимым вам набором лекарств. Так как у россиян часто наблюдаются случаи возникновения солнечной аллергии, советуем вам взять с собой противоаллергенные средства типа супрастина. Не носите с собой большие суммы наличными. Можно пользоваться сейфом в номере или на ресепшн. Во Вьетнаме они почти везде бесплатные, а также храните ценности в ваших личных тайных местах. Уверена, они у вас есть. Так даже надежнее. Многие советуют не хранить всю сумму в одном месте. Во Вьетнаме бывают случаи воровства. Чаще это мотоворишки. Едут на мотобайках и срывают сумки. Поэтому носить рюкзаки или сумку через плечо, которое держите и оберегайте. Сохраняйте бдительность. Ключ от номера лучше всего сдавать на стойку регистрации в избежание его утери. В большинстве отелей нельзя выносить из номера полотенце на пляж или к бассейну. Предварительно обязательно ознакомьтесь с перечнем предметов, запрещенных для выноса из номера. Такой спица, как правило, вы можете найти в номере или уточняйте у сотрудников отеля. Если в номере имеется мини-бар, то все напитки и закуски взяты из него, как правило, должны быть оплачены. Скорее всего, эту сумму спишут с вашего депозита. Пожалуй, это все, что вам нужно знать перед отпуском. Остальное вам предстоит увидеть своими глазами. Если у вас появились вопросы, обязательно напишите мне. Желаю вам легкого сбора чемодана и приятного отдыха. И помните, мы все поедем отдыхать!